Всем привет! Друзья, посмотрите, вот что у меня есть. Вот на первый взгляд, понимая, кто-то скажет, это куча не пойми чего, Дима, это какой-то хлам у тебя. Нет, это мне прислал подписчик. Я подробно расскажу, но не сегодня. А вот это вот просто для наглядности, это у нас старые вещи. Такие вещи могут быть у вас, у бабушек, у дедушек, где-нибудь в сарайчике, на чердачке. Не, ну если вам очень повезет, подобные штуки можно найти даже в земле. На огороде, когда вы картофель садите, или просто вот весной, когда снежок сошел и все такое. Вы никогда даже не задумывались, что подобные вещи бывают стоят денег, а порой и очень огромных денег. Знаете, как говорят, знания в наше время это деньги, вот это вот тот случай. Давайте сегодня посмотрим, что реально находят люди и за сколько это продают. Сколько реально можно на этом заработать. Вот, посмотрите на это. Вот, вот, разве это может стоять денег? Давайте посмотрим. Это у нас как бы проволока, на первый взгляд, да? Но бывает мелкая, покрупнее, но... Это, что вы понимали, реахорда. Для ясности, реахорд представляет собой однородный проводник в виде этой самой проволоки, большей или меньшей фракции. Тот, кто не в курсе, даже вот на такое может не обратить внимание. Ну, разве оно стоит денег? А давайте проверим. Вот у нас тут 28,2 грамма. И вот такая вот кучка, вот таких вот не пойми чего, была продана, а здесь внимание, за 40 тысяч и одну гривну. Это у нас примерно 1 405 долларов или больше 100 тысяч рублей. Представьте только. Уверен, многие точно не знали. Ну, а это находка с гаража дедушки. У нас мотоцикл ИШ-49 1955 года выпуска. Да-да, где-то вы продавали, так в Харьковской области. За таким лотом сидело 37 байкеров и сделали они 76 ставочек. И в итоге, за такой вот аритет, замечу на ходу, набросали 28 тысяч и одну гривну. Это у нас 983 доллара или 71 тысяча 300 рублей. А люди по незнанию часто продают за копейки или вообще сдают на металлолом. Уточню, вот эти вот седла лопухи очень удобные. Я катался, а вы? А это у нас находка по исковикам, где поднял парень так в Киевской области. Смотрите, такая вот невзрачная, как бы на первый взгляд, небольшая монета. Но это оказался Сребник Владимира, второго типа. Чтоб вы понимали, монетка из серебра. Да, вот такая вот частично чищенная, в окислах и продавалась. Кому надо? За лотом сидело 69 человек, сделали почти 150 ставочек. И в итоге такая вот небольшая монетка была продана за 56 502 гривны. Это у нас на секундочку почти 2000 долларов или 143 850 рублей. А вот, смотрите, куртка, узнали? Да-да, это настоящая кожаная куртка клуба Динамо Киев, где продавали. Ну так понятно в Киеве, это же Динамо Киев. Это из шкафа дедушки. Вот понимаете, кто-то скажет, старая куртка, кому она нужна? Ну она не старая, она уже ретро. За такой курткой следило несколько любителей, фанатов. И под конец торгов кто-то сделал одну заветную ставку. Куртка Динамо Киев была продана ровно за 5000 гривен. Это у нас на секундочку 176 баксов или 12700 рублей. А могла бы пойти как он хэрит. А вот, смотрите, угадали что это? Даже некоторые люди есть, которые вспомнят. Это у нас финалы. Да-да, помните, вкладыши и жвачек. Мы на них еще играли. Это деньги были в то время, в 90-х. Это была просто целая культура. У нас финалы из 90-х. Так свой лот назвал продавец. Где взял? Купил. Да-да, купил у человека из Болгарии. Думал пожевать, а потом заметил, что срок годности-то истек. И решил продать. Уже как антиквариат. За таким лотом следило полтысячи человек. Представьте только. И под конец торгов кто-то созрел и сделал одну ставочку. Вот такой вот блок жвачек. Просроченный в количестве 100 штук, но не распакованный. Был продан, а здесь присядьте, если стоите. За 75 800 гривен. Это у нас на секундочку 2660 долларов. Или 198 тысяч рублей. Ого, пожевал кто-то. А вот так вот копнул поисковик в Черновицкой области. В лесу. Да, это у нас древний шлем. Точнее культура Виланова. Если ударение не туда, извините. Я по такой культуре не копал. Это у нас 9 столетия до нашей эры. За таким вот интересным и нечастным лотом. С такими вот потерями и все такое следило почти 200 человек. Сделали они 55 ставочек. И такая вот находка поисковика была продана. За 130 тысяч и 1 гривну. Это у нас на секундочку что больше 4,5 тысяч долларов. Или 331 тысяча рублей. А вот так вот покопал парень возле Изяслава. Да, это у нас такая вот фигурка. Понимаете? Кто-то скажет. Так это с брелка. Ну не совсем. Точнее совсем не с брелка. Это у нас фигурка ЧК. Да, вот такая вот незрачная. С потерями на древность. Из чего сделано? Так из бронзы. И в зеленой пахне. За таким лотом сидело 68 человек. И сделали они 51 ставочку. И в итоге такой вот человечек продан за 10 тысяч 29 гривен. Это у нас 352 доллара. Или 25 тысяч 532 рубля. Во все времена были люди, которые хотели и хотят в наше время жить по-богатому. Вот это вот с этой песней. У нас старинные стильники. Стиль ампир. Парные, бронзы. Еще и рабочие. Замечу. Светильники вот в таком вот стиле и такого размера у простых смертных никогда не были. Могу спорить, что многие даже не знали, что такие существовали. Но чтобы вы понимали, это не какая там мега древность. Эти светильники выпускались до 1960 года. Для небедных людей. Сделаны они из бронзы. И очень-очень похожи покрытия на позолоку. Согласитесь. За таким лотом следило 58 человек. Но это те, которые любят жить по-богатому. Сделали они 148 ставочек. И пара вот таких вот светильников продана за 40 тысяч и 3 гривны. Это у нас почти полторы тысячи долларов. Или почти 102 тысячи рублей. А есть люди коллекционируют фигурки. Да-да, разные фарфоровые старые фигурки. Разных персонажей. У нас их очень много. Вот в этом лоте 55 фигурок. Ну кто-то собирал-собирал. А потом решил, эх, гулять-то гулять. Решил все продать. И за лотом следило 337 человек. Которые тоже захотели, эх, и пополнить свою и так немаленькую коллекцию. Сделали они 49 ставочек. И вот такой вот фарфор и керамика в виде разных игрушек был продан за 55 тысяч 101 гривен. Это у нас на секундочку почти 2000 баксов. Или 140 тысяч 300 рублей. А это лот с той песни два в одну. Как бы и антиквариат, и неземная красота. Чтобы вы понимали, это у нас автор Лев Чистовский. 1902-1969 года. Он представитель русского зарубежья. Вот в таком вот искусстве. На картине имеются все надписи, подписи и все такое. То есть оригинал. Ну а материал все как обычно. Бумага. Офорд. Сама картина имеет название «Обнаженная» 1930 года. За такой старенькой картиной следило 29 человек. То ли ценители автора, то ли ценители такой красоты. Но не важно. Сделали они 35 заветных ставок. И в итоге такая вот старая картина продана за 11 851 гривну. Это у нас 416 долларов. Или 30 170 рублей. А вот по незнанию люди могли просто забросить платы на чердак. Пускай там пылится. Мыши были бы рады. Так что друзья. Если у вас есть интересная находка. Фото или видео к ней. А главное желание поделиться. Или вы хотите что-то продать. Оценить. То пишите мне по ссылочкам снизу. Если знаю подскажу. А если не знаю. То просто подскажу алгоритм. Как бы я поступил в вашем случае. И огромная просьба. Я миллион раз просил. Если вы что-то откопали. Не надо это чистить и натирать. Потому что патина является частью цены. А вот то что вы ее потрете. Вы просто делаете минус к цене. А можно и убить предмет. Всем добра.